Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, доброе солнечное, практически летнее утро. Мы сегодня делаем завершающий цикл нашей программы, переходом на наши каникулы и вернёмся к вам в сентябре. А завершаем мы очень, мне кажется, с интересным человеком и спикером Андреем Лещенко. Доброе утро, Андрей, бизнес-тренер, бизнес-специалист по изменениям, титулованный в разных-разных-разных номинациях. Спасибо большое, что приняли приглашение. С удовольствием. Да, и мне очень понравилось, что когда мы в процессе обсуждали нашу тему, вы предложили тему «Как управлять людьми?» или «Как эффективно управлять людьми?» Внедрить такое слово, как «менеджмент равно процессы плюс люди» и «эффективный менеджмент». Почему? Ну, я немножко подкорректирую. Менеджмент равно «люди плюс процессы». То есть, от перемены, мне слава, здесь изменяются суммы. Всё меняется. Сумма и сумма меняются принципиально. Я здесь первый, кстати, «люди» себе написал. Да. Дело в том, что основной вопрос, основная проблема, основное непонимание даже у очень крупных организаций, номер один, это как мотивировать людей. Это номер один. Все считают, что это деньги. То есть, больше плати, больше будет плача. И все ошибаются. Деньги, точнее, корректнее, следующим образом. Если это неквалифицированный труд, если это труд, которому можно обучиться легко, который считается непрестижным самими исполняющими эти действия, то тогда, да, мотиватор номер один – это деньги. Причём там временной зазор между исполнением работы и получением денег должен быть предельно минимальный. Работа сделана, давай деньги. Я видел на кассах какой-то крупной фастфуд-сети, что прямо у неё видно, сколько она заработала с каждой продажей, например, бутылки, которые стоят возле кассы. Это, видимо, апсейл идёт какой-то. Очень толково. То есть, именно это важно для них, да? Да, потому что работа, которую они исполняют, нелюбимая работа. Они не любят то, что они делают. Для них это вынужденная, неприятная необходимость. И поэтому они всё, что они хотят, это просто, чтобы им за это заплатили. Окей, поднимаемся тогда по иерархии. Мидл-менеджмент. Дальше абсолютно одинаково, что мидл, что топ-менеджмент. Далее является определяющим обстановка отношения. По данным Американской ассоциации Association of Training and Development, тренингов и развития, переименованная с прошлого года в Association of Talent Development, развитие талантов. Номер один причина увольнения по всему миру – это отношения с руководителем. То есть, приходят в компанию, как по-русски, да, уходят от начальника. Да, приходят в организацию, уходят от людей, абсолютно точно. И поэтому номер один – это отношения с руководителем. Номер два причина увольнения, повторю, это именно среди квалифицированного персонала. Причём, чем выше уровень, если продолжать вашу мысль, то тем более значимы именно эти отношения. И вторая причина, по которой люди, такие люди, такие специалисты увольняются – это непризнанность со стороны организации. Я работаю с крупнейшими организациями России не только, я работаю в четырёх странах. И могу с уверенностью сказать, во время тренингов, консультаций я не раз опрашивал участников, которые являются топ-менеджерами или там, миддл-менеджерами. И спрашивал, ну, вам предлагают больше? Да. Почему вы здесь? Если аккумулировать и обработать всё то, что я слышал в ответ, то можно свести это к трём фразам, к трём ключевым условиям. Номер один – меня здесь слышат. Ценят. То есть, к моему мнению прислушиваются, меня спрашивают. То, что я говорю, является значимым, важным, ценным. При этом, обращая внимание, это не значит, что всё, что я сказал, будет реализовано. Меня спрашивают. Моё мнение ценят. Здесь вторая особенность – мне не мешают делать то, что я делаю. Не лезут в мои дела. То есть, дают автономию. Абсолютно точно. Я сам выбираю способы, средства, направления, но, безусловно, при согласовании основных, так называемых, KPI, ключевых показателей эффективности и так далее. И третье условие – здесь есть всё, что мне нужно для развития. Но последние буквально 2-3 года третьим условием стало другое. Третьим условием стало – мне работа не мешает жить. А, возвращение в work-life balance теории, да? Да, но только эта теория, она такая куция. Почему? Потому что всё время говорят только о work and life, имея в виду работу и жизнь, но совершенно упускают из вида I am. Меня лично, да? А я где? На работе я работник, в жизни, в семье и так далее. Я ещё выполняю какие-то роли, а где, собственно, я? Поэтому я в тренингах рисую это как трёхлучевую звезду. Я вот уже нарисовал, по-режнему. Да, трёхлучевая звезда, где нет, не в центре, это один из лучей. Прекрасно, если в центре. Ведь у меня эгоцентризм какой. Ну, правильно, потому что вы как раз и относитесь к той категории людей, для которых обстановка важнее, чем деньги. Ну, потому что ни за какие деньги я тут работать не буду, правда? Где тут? Ну, вот где-то тут. А где-то тут. А, да-да-да. Тут ни за какие деньги. Почему? А меня тут не слышат, ко мне относятся наплевательски, мне не дают делать то, что я люблю делать так, как я хочу делать. И вообще я не вижу здесь никакой перспективы. Всё супер. Вот полностью совсем согласен. Мы просто давайте закончим тогда вот с вот этой идеей, почему, что с точки зрения мотивации. Деньги. Да-да-да, то есть мы сказали деньги, да, то есть мы делим людей на людей… Ну, условное деление, мы же понимали, что это… Да, то есть условно говоря, там операции связаны, там научный менеджмент взял, принёс, взял, принёс, отнёс, пробил кассиру, там всё, Тейлор, Макдональдс. Да. И уже умственный труд или там белые воротнички, и здесь мы говорим, что уже вступают другие факторы мотивации. Да, но, и да, и одними деньгами даже в Макдоналдс не обойдёшься. И это возвращаемся к самому началу. Это люди плюс процессы. Плюс процессы. Потому что если мы акцентируемся только на людях, мы попадаем в ловушку отношений. Я с тобой комплиментарен, я тебе нравлюсь, ты работаешь. Как только мне придётся сделать серьёзное лицо и сказать, что ты делаешь… Ты обидишься, да. Ты обиделся, и ты не работаешь. Это бич вот такого стиля управления. Всё время приходится поддерживать отношения. На секундочку перед процессом. Мне очень прям всё откликается в сердце. Вот две главных причины увольнения людей. И я действительно тоже часто это слышу и согласен, что первое – отношения с руководителями и непризнанность. Если взять первую и вернуть вот этот, ну как бы скажем, анализ выходных интервью прямо конкретно HR-директору и показать, дорогой мой, ну условные крупные компании, смотри, у тебя главный принцип, почему люди уходят от отношений с руководителями. Что ты сделал, чтобы твои топ-менеджеры? Или понимаешь ли ты, что номер один твоя задача сделать так, чтобы топы или менеджеры… Ох, вы сейчас прям на мозоль наступили на кровавую. А скажите, пожалуйста, а почему это HR должен отвечать за то, что менеджеры ведут себя непрофессионально? Идём дальше. Прямо с этим мы берём HR за ручку, идём к генеральному. Генеральный. Это, получается, твоя задача. Самое главное, чтобы твои руководители вместе с HR. Чтобы говорить генерально сказать – это задача HR. А, да, да, да. Чтобы услышать, что генеральный скажет, что это задача HR. Это, на мой взгляд, одно из наихудших, одно из наихудших влияний неграмотной организации на все процессы. Дело в том, что только с недавних пор появились HR. И бизнес к этому относится скорее как к какому-то, ну не очень нужному, не очень понятному. Да, аппендикс точно. Да, не очень, пятая нога. Не очень нужна, не очень понятна. Ну так сейчас принято, у всех это есть. Как секретари в 90-е годы. Зачем? Красивая. Красивая, кофе подаст, но там ещё. И только в очень небольшом числе организаций… Поняли, что это ресурс. Действительно, это ресурс. У меня это был фантастический ресурс. Но она из секретаря стала офис-менеджером, потому что это невероятный человек, который берёт на себя администрирование процесса. Так вот, возвращаемся к HR. Главный конфликт между HR и бизнесом. Бизнес делает вид, что он вот это вот людьми, это ты HR, а HR ничего не может сделать. Без них. Потому что бизнес их просто валит и мочит. Понимаете? И вот это вот высокомерие бизнеса, это через губу, это признак элементарной, ну ниже уровня плинтуса некомпетентности. Потому что по-прежнему бизнесу, представителям бизнеса удобно скрываться за тем, что, а, за всё отвечает HR, всё, что касается людей, б, мы тут процессы строим. Что вы тут с людьми лезете? Дорогие мои. Супер. Дорогие мои. Но вы строите процессы, точнее, все процессы создают люди. Для людей и с людьми. Все процессы создаются людьми, во всех процессах участвуют люди, и процессы ровно настолько эффективны, насколько эффективны люди, принимающие участие в производстве, поддержании или прекращении каких-то процессов. Поэтому очень важно, и вот сейчас я говорю о ключевом, о самом важном, о причинном и базовом. Поэтому очень важно грамотно подбирать людей, потому что есть люди, ну, я это вижу, я филолог, я педагог, я психотерапевт, я уже в этом консалтинге с 2011 года, но до этого, с 89 года, я в шести странах, экспорт, импорт, продажи и так далее. Я только в прошлом году закончил контракт, по которому у меня был этот бизнес 20 лет с немецкой компанией в нескольких странах. Так вот, нужно, подбирая людей, понимать, что есть два типа людей. Это моя классификация. Первые – это целевики. Вторые – процессники. Есть люди, их сразу видно, которым ваши цели безразличны. Что делать надо? Что конкретно делать? Что конкретно, да. И они сидят, ковыряются в своём процессе, и поднять голову они и не могут, и не хотят. И не трогай этих людей. Второй тип людей – это цели. Это так называемые лидеры. Куда идём, им не важно. Главное, идти куда-то. Мы будем там, где? Там! Где именно? Не знаю, но мы там будем. Когда? Не знаю, но сердце подскажет. Вот это вот всё, что у нас называется лидерством. Это уже на грани клиники. Знаете, вот это псевдо-лидерство. Как себя ведёт в этом случае процессник-менеджер? Он говорит так, ребят, но он у нас лидер, поэтому давайте так. В 16.32 мы встречаемся в такой-то точке, у каждого должна быть кружка, ложка, памперс и так далее и тому подобное. Движемся на юго-восток со скоростью. Вот это менеджер. Это процессник. А это целевик. Поэтому у нас, это наша особенность, так лихо делаются стратегии. С таким смаком ставятся цели стать бенчмарком, стать лидером. И нифига не получается. Потому что люди, которые ставят цели, у которых действительно есть видение, и люди, которые воплощают эти цели через создание процессов и вовлечение людей в процессы, это разные люди. Как их помирить или как должна быть команда? А их не надо мирить. Как помирить мужчину и женщину? Очень просто. Поженить. Очень просто. Не, но это если вы хотите им испортить жизнь, то поженить. Как помирить левую ногу, правую ногу? Как помирить того, у кого левое весло и правое весло? Одним способом. Ты ехать хочешь? Да или нет? Я достаточно жёсткий руководитель, но вот это то, что я ещё хотел сказать. Невозможно одними, возвращаемся к ставке на людей и ставке на процессы, невозможно никакими отношениями делать бизнес. Потому что бизнес – это в любом случае ущемление чьих-то интересов. Бизнес – это в любом случае предельная концентрация, предельная эффективность. И она далеко не всегда приятна. Ни для кого, ни для меня, ни для моих людей. Но если мы понимаем, для чего мы это делаем, и каждый из нас готов смириться с этим напряжением, с этим усилием, с этим отказом ради чего-то, что нас вдохновляет, внимание, целевики хотят достичь целей, процессники хотят заниматься этим процессом. Так вот тогда мы готовы принять эти трудности. Я в этих случаях всегда цитирую замечательного менеджера, которого звали Иисус Христос. И который сказал потрясающую фразу «Примите иго моё, ибо иго моё есть благо». Я не собираюсь проповедовать, но вот представьте себе, замечательный тренер Тарасова, который вырастил огромное количество… Ой, она такая жёсткая, она такая жестокая, она так… Ну, она растит чемпионов. Это цена? Ты хочешь быть чемпионом? Например, если отвечаешь «да», должность, да. Ты не хочешь быть чемпионом, не ворочь голову. Всё очень просто. И когда… И вот подобрались к самому важному. Поэтому все проблемы, которые существуют в менеджменте людьми, в менеджменте, то есть в управлении процессами, начинается с одного. Кого мы взяли? Кого мы взяли? Не бывает хорошей ухи из плохой рыбы. Ну, что они делают? Они берут людей, не способных выполнять эти функции, и пытаются их мотивировать и стимулировать, чтобы они это делали. Погоди, у мальчика нет ни голоса, ни слуха. Там медведь топтался на этих ушах с криками «не надо, мальчик, тебе петь». Ну, можно сделать так, чтобы выиграть в программе голос. Ну, не будем на это сейчас отвлекаться, это уже такие нюансы. Так вот, если мы действительно хотим, чтобы эти люди работали, если мы хотим, чтобы мальчик пел, у него должно быть А – склонность от природы, Б – желание. Этим тоже все не ограничится. В – у него должен быть хороший педагог и преподаватель. Поэтому тогда, когда руководитель и менеджер вспомнят, что функция подбора людей, развития людей, контроля за людьми, создание атмосферы и процессов, которые развивает не только бизнес, сколько людей, которые развивают бизнес, когда менеджер вспомнит о том, что это его первая, главная, священная обязанность, вот тогда он с HR будет разговаривать по-другому, не перепихивая мяч на её сторону поля. А используя её компетенции. И тогда HR может быть полезен бизнесу, чего сейчас практически не увидишь. Повторю, потому что бизнес, надменно закатив губу, говорит, кого вы нам набрали. Я вчера приехал из Санкт-Петербурга, я работал с одним из крупнейших банков России. До этого я закончил очередной модуль с одной, нельзя называть, крупнейшей нефтяной компанией России. У вас там написано, что вы сейчас академические директоры. Да-да-да, вот, не палите меня. Так вот, и речь шла именно об этом, о том, что, сбился, потому что когда конкретики… Говорили о том, что нужно чётко понять, проснулись, чтобы менеджеры понимали, что это их функция. Да, совершенно точно, совершенно точно. И как пример хотели привести. Говорили именно о том, что, кого мы берём. Кого мы берём. А берём мы, вот смотрите, правильный, на мой взгляд, по моему опыту, подбор людей, это когда я понимаю, кто моя целевая аудитория, кто мой покупатель, кто мой заказчик. Под это я подбираю людей, которые нравятся и которые могут эффективно коммуницировать с этой группой людей. Что делают наши? Они берут тем, тех, кто нравится им. Погоди, как говорил замечательно Дейл Карнеги, точнее, писал, я вообще-то люблю землянику. Но когда я иду на рыбалку, мне нужны черви. Поэтому, какая разница, кто мне нравится, ты должен нравиться им. И это моя ответственность, что я взял именно вас, а не другого. Это первое. Второе. О чём говорили в этих организмах и не только. Послезавтра я буду в Рязани, где буду решать для риэлторских агентств, для групп риэлторских и девелоперских компаний ту же проблему. Что получается? Мы берём вот таких людей, запускаем их в процесс обучения и подготовки, выдаём их тем, кто заказал нам этих людей, то есть бизнесу. И через неделю нам говорят, кого вы прислали? Они же не справляются. Они не справляются. Что вы нам даёте? У менеджеров пропала, как это, отсохла компетенция видеть людей, чувствовать людей, развивать людей. Но ведь они считают, что это же не функция, конечно. Они же её и перестали выполнять. Правильно. Это не получится. Это не получится. Это невозможно. Таким образом, я делаю акцент на том, что, в первую очередь, нам нужны люди, которые вписываются в наши процессы и развивают наши процессы. Но мы, это наша ответственность, менеджеров, должны создать процессы, которые, а, адресованы именно этому типу людей. Для целевиков, для маркетологов, для продавцов это один тип людей. Это одно. Для финансистов, производственников, администраторов это другой тип людей. Тут я должен создать процессы развития и предельной эффективности этой группы людей. Тут я должен создать процессы развития и повышения эффективности до предела этой группы людей. До какого предела, пока им это нравится. Я ещё на секунду вернусь к этой нашей схемке, в которой двух уровней, где, с одной стороны, мотивация, а с другой стороны, иерархия в компании. Вы очень сказали, на мой взгляд, оно мне отозвалось, что с ростом позиций и, так сказать, пониманием своего места, хотя, наверное, осознанность здесь не подходит. Мне бы хотелось сказать про осознанность руководителей, но так как от них чаще всего уходят сотрудники, наверное, здесь нет. Появляется такое понятие, как среда. Вот понятие корпоративной культуры, корпоративной среды, вовлекающей среды, это насколько оно вообще влияет на, так сказать, притяжение тех самых правильных людей? Принципиально. Это номер один. Это да или нет? Это да. То есть, если бы мы, например, нарисовали сердце организации, то что бы мы внутри не написали? Корп культуры? Это не сердце, это разум. Разум. Это ум плюс чувство плюс тело и так далее. Есть умные, есть разумные, есть мудрые. Это три ипостаси одной личности. Точно. Ну, нет, есть тупые, но это же совершенно другое, да? Так вот, умные, разумные, мудрые. Что такое корпоративная культура? Как здорово пошутил когда-то один мой коллега, есть корпоративный дух, а есть корпоративный запах. Это первое. Второе. Замечательный, действительно гениальный Джек Уэллч, тот самый, который корпорация General Electric, который создал первый корпоративный университет. У него есть потрясающее определение корпоративной культуры. И все эти танцы с бубном, всё на самом деле очень просто. Я менеджер, и я собственник бизнеса. Поэтому не надо, у меня один всегда вопрос, ребят, где мои деньги? Вот вы тут так здорово всё это изображаете. Вы так здорово тут что-то медитируете, да, и медитируете. Конкретно, где мои деньги? Так вот, корпоративная культура по Джеку Уэллчу имеет только две функции. Наиважнейшие. Функция номер один. Это свой или чужой. На входе в нашу организацию и находясь внутри нашей организации, мы должны сразу его распознавать. Он себя должен сразу идентифицировать. Это моё или иное моё? На секунду вопрос. Ко второму, давайте, или удобнее назовём второе, а потом я задам вопрос к первому. Так бы правильнее у слушателей, зрителей будет целостно. Итак, первое, это свой-чужой. Номер один, сразу определить свой или чужой, и после этого чётко определить эффективный, неэффективный. Что очень важно, у нас всё, как всегда, сместилось. У нас эффективным считается тот, кто свой, а неэффективным считается тот, кто тип чужой. А у них, ну у врагов, у недоразвитых и загнивающих, у них, значит, наоборот. Вот кто эффективный, тот и свой, а кто неэффективный, тот чужой. Хоть ты брат, сват, кум, какая разница? Тогда вы как раз вот вопрос сюда. Часто, общаясь с руководителями, задают вопрос. Ну вот, например, я там разработал в своей компании какие-то корпоративные ценности, и понимаю, что вот этот человек, который хорошо работает, он мне не соответствует. Что мне с ним, расставаться? Расставаться нужно с ценностями, которые, блин, не соответствуют ценностям твоего бизнеса, эффективности твоего бизнеса и эффективности людей, которые у тебя работают. Что они делают с этими ценностями? Я достаточно, ну я сейчас намеренно акцентирую на этом внимание и так выражаюсь, чтобы именно вот этой эмоциональной резкостью и провокативностью зацепить людей. Да наконец-то! Где он взял эти ценности? Ну, есть несколько вариантов. Сел и выдумал. Консультанты придумали. Да, нанял людей, которые… Это бред. Это бред два раза. Поясню. Три раза. Поясню. Первое. Эти ценности выдуманы. Ценность, а вот сейчас я даю своё определение. Давайте. Ценность – это не то, чего ты хочешь. Ценность – это то, без чего ты не можешь. И поэтому, когда я спрашиваю в тренингах, какая у вас ценность? Мне говорят, семья. Я спрашиваю, можно к вам прикоснуться? Да. И прошу соседа закрыть ему рот и нос. Ровно на одну минуту. А теперь скажи мне, какая твоя настоящая ценность? И что-то никто про семью не вспоминает. Поэтому номер один – ценности – это то, без чего мы не можем. А как ты поймёшь? А это и есть корпоративная культура. Ты свой или чужой? Мы без этого не можем. А ты можешь – ты чужой. Ну, например, честность. Может быть, это то, без чего мы не можем. Уровень два. Итак, первое. Да. Ценности должны быть общими, невыдуманными этим сверхумным человеком, каким он себя почему-то мнит. Он не должен быть умным, он должен быть эффективным. А это совершенно разное. Умные очень часто неэффективны в бизнесе. Номер два. Понимание этих ценностей. Если уж эти ценности нами приняты, то мы должны иметь абсолютно идентичное понимание того, что такое честность. Вот опять-таки, позавчера в этом банке мы взяли у МакКинзи их ценности, но там есть, например, такая, как результативность. Что такое результативность? Каждый по-своему понимает. Вот, поэтому номер два – это общее понимание, как это сделать, отвечая как психотерапевт, поведенческие маркеры. Паттерны, да, получается? Таким образом, нет, маркеры – это немножко другой паттерн или шаблон, это то, что человек делает не раздумывая. Ну, вот как, например, открывает дверь на себя, даже если написано от себя. От себя, да, да, всё, я понял. Что такое поведенческие маркеры? А вот сейчас произношу очень важную вещь. Если нашей ценностью, согласованной всеми, является результативность, что делает тот человек, который результативен в нашей организации в данный момент? Что именно он делает? Первый пункт, и чего он никогда не будет делать? Это надо выяснить. Да, это нужно обсудить и записать. Записать, зафиксировать, но главное сначала обсудить. И если мы понимаем, вот так результативный человек в понимании нашей организации, потому что результативность Макинзи и результативность в этом банке, как говорят у нас в Одессе, я действительно из Одессы родом, так это же две большие разницы, понимаете? Поэтому это наша результативность, это наша интерпретация слова, понятие результативность, причём в этом году, потому что в следующем году может поменяться цели, поменяются ценности, да, KPI будет другая, результативность, понимание результативности будет другое. Вот так надо работать. На секунду, вот я всё-таки про поводенческие маркеры, мне очень понравилось, что делает, что не должен делать, но если люди, топ-команда или лидер в своём поведении, общепризнанные ценности, которые они превозносят, не демонстрируют, то тогда нет шансов получается. Они надуманные, лживые, ни у кого нет шансов, все бы говорят, да, даёшь результативность, тьфу на твою результативность, идём, переходим. Есть какой-то вот рецепт, что если вот ты выбрал уже что-то, и что конкретно должен делать лидер? В бизнесе этот рецепт, я в бизнесе с 89-го года, с тех самых ударных 90-х, за базар надо отвечать. А, да, очень простая фраза, она всё объясняет. Я могу привести в пример, я с удовольствием всегда привожу в пример одного из моих уважаемых заказчиков уже много лет, его зовут Айдин Рахимбаев. Я видел интервью на вашем сайте. Да, совершенно точно, он мультимиллионер, у него строительно-промышленно-инвестиционный холдинг. Когда я проводил первый тренинг для них, для топ-топ менеджмента, а я достаточно жёстко провожу тренинги, ребят, если мы менеджеры, мы отвечаем за базар, в частности, за то, во сколько мы входим в зал. Мы договорились в 14.30, кто не входит в 14.30, прозвенел сигнал будильника, тот приседает или отжимается на его усмотрение. Им это понравилось, там очень славная команда, они очень азартные, очень, ну вот, хорошие. И, значит, после одного из перерывов он опаздывает, и вдруг он входит в зал. А до этого кто-то опаздывал, приседал, все смеялись, хлопали, подкалывали и так далее. И тут вдруг заходит сам, сам. Я думаю, что делать? Что делать? Что будет? И с интересом просто наблюдай. Я обожаю провокации. Представляете, этот человек заходит, останавливается, на него все так смотрят, я смотрю. Он говорит, а, ну продолжайте, и начинает приседать при всех, продолжайте, не будем терять время. И я продолжаю вести тренинг. Потом был тренинг еще, я проводил этот тренинг менеджмента, управления, потом проводил тренинг управления продажами, где присутствовала его супруга. Очень веселая, тоже такая хохотушка, при том, что детей много, в хорошей форме, прекрасно. И вот, и она опаздывает. Женщины, они вообще себя считают королевами в бизнесе чаще всего. Она не королева, она просто хорошая женщина, хороший, надежный партнер, хорошая мама и очень хорошая жена. Так вот, она тоже опаздывает и так, а можно я отожмусь? Я говорю, ну можно, говорит, нет, я все-таки поприседаю. Я потом ее спрашиваю, говорю, послушайте, ну как, ну вы, жена, вот перед вами, неужели вот вам как-то не, вот, она говорит, а что такое, мы же договорились? За слова надо отвечать. Она даже не поняла, о чем я. И с Айдыном потом, когда я брал у него интервью, он говорит, эээ, это вас удивило. Это, говорит, вы замерли, а у нас это нормально. Придумали? За базаранного надо отвечать. Вот это менеджер, вот это лидер, вот это действительно человек, за которым идут и бегут. Как Андрей? Очень просто быть честным и ответственным человеком. Просто есть простые вещи, а есть легкие. Это очень просто, но это очень трудно. Есть простое сложное, легкое трудное, понимаете? Есть то, что очень просто, но это невыносимо трудно. Почему? Потому что наши менеджеры, наши лидеры почти поголовно и почти всегда лгут. Почти всегда и почти поголовно лгут. И все это видят. И все делают вид, что все этого никто не видит. Но на самом деле, что он делает? Он уничтожает корпоративную культуру. Он уничтожает корпоративный дух. И идет такой нестерпимый корпоративный запах. Кстати, и на этот запах прилетают мухи. Да, не пчелы на мед. Не пчелы на мед, а сами знаете на то, что вы сами знаете. Вопрос. Вот праздным себе написал. Можно сказать, там, мишен ваша фактически, как я могу сказать, сделать так, чтобы менеджмент вообще отвечал за свои слова, становился как-то вот, не знаю, действительно ролевой моделью. Есть ли какие-то способы проснуться для всех тех, кто смотрит нашу программу и честно посмотреть в зеркало, сказать, что мне нужно самому сделать, чтобы я сейчас зашел. И если я сказал, что все приседают, я тоже должен присесть. Такие люди есть, их становится все больше. Потому что бизнес, за что я люблю бизнес? За то, что ты можешь очень долго врать. Но рано или поздно тебя накроют медным тазом. Понимаете? Если только ты не вылазишь на схемах, на каких-то там, ну да, сидишь на потоке, на экране сидишь и так далее. Так вот, если ты действительно ведешь честный бизнес, за базар придется ответить. Это очень просто. Сколько веревочки не виться, концу быть. И что нужно сделать? Номер один. Самое важное. Самому собственнику понять, что он зашел не туда. Как? Признание факта, что ты делаешь не настолько эффективно. Самое важное – это цифры. Какие вопросы себе задать? Посмотреть на свою прибыль? Цифры. Падают. Когда я вхожу, да, когда я вхожу в организацию какую-то, как консультант, потом тренер, потом внедряю эти изменения. Несколько раз я был членом совета директоров и так далее. Чтобы просто наблюдать, как то, что мы начали, будет дальше инкорпорироваться, внедряться. Так вот, я везде видел только одно. Они не видят цифр. И мне дают ключевые цифры. Я настоятельно рекомендую книгу, которая не переведена на русский, обратите внимание, и которая называется «Plane Talk» или «Откровенный разговор». Её, кстати, на русский перевёл только Айдин Рахимбаев, который, собственно, и подарил мне этот экземпляр. Так вот, Кен Айверсон, это глава сталилитейной американской корпорации НУКОР, получает один раз в неделю только пять чисел и ни одного слова. И он всё понимает. Я как филолог могу сказать, он прав, потому что слова всегда лгут. Как выглядят отчёты для наших менеджеров? 25 страниц. Простыня, очень много цифр, и главное, очень много лживых слов, которые, вот смотрите, всё, что мы слышим и видим, делится только на две категории – факты и интерпретации. Я забыл, есть какое-то слово, да, мысль невысказанная, есть ложь, или любое слово есть там… Мысль, Фёдор Иванович Тюкчев, мысль изреченная есть ложь. Ну, там глубокий и многогранный, в общем, сложный процесс, что такое мысль, что такое словоформа, что такое слово и так далее, и так далее. Кому это действительно интересно, пожалуйста, к Льву Семёновичу Выгодскому, там всё об этом есть. Так вот, мысль изреченная есть ложь и к цифрам словам. Всё, что мы слышим и видим, делится на две категории. Есть факты, есть интертрепации. Так вот, слова, которые пишут, значит так, факт, у нас такая-то цифра, такое-то там отставание или отклонение. И тут же идёт куча слов. Ложь. Как это надо понимать? Помните у Лопеда Вега «Собака на сене»? «Приукрашая сотней враг одну сомнительную правду». Вот что они делают. Не читал, но хорошо вспомнил фильм «Сбоярский» в своё время. Вот, что они делают? Они лгут. Вот, если Кен получает только пять чисел, ни одного слова. Значит, всё понимает. Всё видно. Мы идём не туда. И дальше начинается так называемая декомпозиция, декомпонирование этих чисел. До уровня погружения. И чем больше у нас уровней, а у нас же любят вертикаль власти, понимаешь, чтобы всё вот так было, это не работает. Три уровня. Четыре. Пять – это уже запредельный предел. Так вот, чем меньше уровней, тем легче мне, собственнику, видеть дно, видеть грунт, фундамент. И если я действительно вхожу в проект, и я вижу, что в организации есть качественная кросс-аналитика, то есть, посмотрев на одну цифру, зайдя туда, я могу, число, зайдя туда, я понимаю, где и кто движется ни туда, и не так. И я задам только один вопрос. Ребят, почему? И я упрусь только в два аспекта – люди и процессы. Но если меня не устраивают процессы, смотри на людей. Потому что эти процессы, а, придумали люди, б, организовали люди, в, поддерживают люди и позволяют этому происходить. Как их выделить, этих людей? Как сделать так, чтобы их было видно? Именно для этого нужна корпоративная культура. Свой-чужой, да? Просто их было видно, кто свой, кто чужой, кто эффективный, кто неэффективный. Когда задаёшь вопрос о KPI, вы не поверите. Они не могут назвать толком KPI. Когда даже они могут назвать KPI, они не вполне понимают их синергию. Я работал буквально пару недель назад с крупнейшим ритейлером, где были умнейшие люди, профессионалы экстракласса, но привыкшие к определённой корпоративной культуре. Культуре указания, культуре жёсткости и так далее. Это не хорошо, не плохо. Просто они работали в такой культуре. И сейчас, когда эта огромная организация перестраивается… Разворачивается, да? Разворачивается, да, да, да. Но не столько в демократию, сколько в ориентацию на конечного потребителя. Где ты должен сам для себя определять цели, задачи. Ну, это им очень трудно. Конечно. Ну, потому что раньше они привыкли получать указания. Безопасно было, да. А сейчас они не вполне понимают, что делать. Повторю, это умные люди, это грамотные профессионалы. Так вот. Привычка, да. Первый мой вопрос – шаблоны, стереотипы и так далее. Среда, вот, кстати. Среда была такая. Сейчас среда поменялась, наступил четверг, что делать будем? Так вот, когда попросил KPI, да, KPI – обычный для этой отрасли выручка, LFL, like for like, то есть сравнение с предыдущим периодом. Конечно же, священная ебеда, вот. А если успею, напомните, прям вот хороший кейс, история. И последнее было NPS – это Net Promoter Score, это то, что наши потребители думают о нас. Так вот, когда в конце тренинга спрашивал, что было самым ценным, неоднократно прозвучало. Я понял, что значит NPS. И действительно, многие не понимают, что от того, как к тебе относятся, а, потребители, б, твои собственные сотрудники, а, зависит твои выручки, LFL и вот эта самая ебеда. Понимаете? От того, как они к тебе относятся. Потому что, если ты, шеф, мне нравишься, я тебе доверяю, и ты выстроил грамотные процессы, которые, а, мне понятны, б, сейчас произношу ещё одно очень важное, я знаю, что соблюдение этих процессов и правил ведёт меня к моей личной цели. Поэтому я всегда говорю, ребят, да ну перестаньте быть циниками, перестаньте говорить, главное, чтобы наша организация стала бенчмарком. Главное, чтобы жена моя была счастлива. Да застрелись ты, действительно. Скажи, ребят, если вы хотите нормально зарабатывать, мы действительно можем нормально зарабатывать при условии. Вот смотрите, сейчас мы занимаем такую долю рынка. Если мы займём вот это, у каждого из вас изменится вот то-то. Интересно, интересно, что нам нужно для этого делать, интересно, значит, для этого нужно сделать то-то, то-то, то-то. После этого, кто готов? И тут свой, чужой, да? Да, кто играет? Даю подумать. Даю два дня, три дня, неделя. А если ты сказал, что хочу, а на самом деле потом начинает саботировать? По цифрам. Идём по цифрам. Сразу. Всё очень просто. Ну, погодите. Если мы с вами, ну, я стрелок, я кандидат мастера спорта по стендовой стрельбе, да, это стрельба по движущимся мишеням. Всё очень просто. Мальчик, ты сделал 25, и всё. И всё. Ты сделал 18, тебе сюда. Сделал 23, тебе сюда. Сделал 25, тебе сюда. Ну, это за стрелковую серию. Какая разница, ты мне нравишься, не нравишься. Ты стрелять не можешь. Иди тогда заниматься тем, что ты любишь. Да, я тебя люблю, я тебя уважаю, ты прекрасный мальчик, но тебе в плаванье. Да. Понимаете? Супер, вот прям вот всё супер, всё ложится. Но не даёт мне покоя вот эта первая тема, что люди уходят от людей. Всё-таки, если это действительно так важно, если мы понимаем, что наши самые главные проблемы в потере и качественных людей, и потере рынка, и создании неправильных команд, потому что те, от которых уходят, явно не самые профессиональные, но стоят наверху. Что делать генеральному или собственному, когда он понимает, что от его топов стали уходить люди? Что делать с топами? Что делал президент Сингапура? Посади пару-тройку своих близких друзей, потому что и ты знаешь, за что, и они знают, за что. Когда придёшь к власти, да? Поэтому самое болезненное, чего я могу вспомнить, опять-таки, ну только, наверное, вот Айдына Архимбаева. К сожалению, за много-много лет я больше не знаю примеров. Это не значит, что их нет. Это значит, что я их не знаю. Это не значит, что это не произошло в тех организациях, в которых я работал, просто я об этом не знаю. Не информированы. Да. Но предпочитают остаться с теми, кто не очень, вместо того, чтобы развестись. Почему? Потому что, как правило, бизнес создаётся так, что очень сложно развестись. Они прямо вот братаются, прямо говорят, я один. Именно после того, как два раза у нас чуть ли не до стрельбы доходило. Я сказал, больше никогда, никаких партнёров. Временное союзничество, кооперация, да, партнёрства нет. Они сейчас, знаете, как сиамские близнецы. И один уже умер. Такая история действительно была, когда... А второй ещё живёт. Да, второй ещё живёт. Это ужасно. И они думают, боже, как с ним разделаться, как не разделаться, в смысле, ну, не разделаться, да, а как отделиться, чтобы ему было хорошо. Это очень тяжело. Да, это регулируется, да, для этого есть определённые процедуры и процессы, но это очень тяжело. Поэтому у нас пока нет качественного расставания. Если вас зовут в компанию, говорят, смотрите, вот хотим повысить уровень менеджмента наших топов, вот с чего бы вы начинали? Ну, не бы, а с чего начинаю, с конфликтов. С конфликтов, которые есть внутри, да? Они очень боятся это показывать, они почему-то думают, что это говорит об их непрофессионализме, но это всё равно, что думают, что если у меня прыщик, это говорит о том, что я не знаю, я кто-то. Это просто симптом. Я специалист, я должен понимать, как у вас пахнет, что у вас выскочило, какая температура, какая по утрам, какого цвета, да? Поэтому меня всегда интересует только конфликт. Я всегда спрашиваю об одном, что у вас не получается или получается не так, как вы хотели бы. Как только, это те же самые поведенческие маркеры. Как только я вижу конфликт, я вообще, я по характеру конфликтный человек, для меня конфликт это способ узнать правду, увидеть объективную реальность. Для меня конфликт это, ну как, ну не важно. Так вот, конфликт регулируемый, конфликт не как ссора, конфликт не как драка, а конфликт регулируемый. Это отдельная моя любимая тема по поводу конфликтов и так далее. Так вот, если я вижу конфликт, я могу понять, я могу помочь увидеть, этот конфликт какой. В нём есть конструктивное зерно или это конфликт двух эго. Но этот конфликт может быть переведён опять-таки в конструктивно-процессное какое-то русло или направление, где причины и истоки этого конфликта. И тогда не я говорю, ну я психотерапевт, у меня не клинический подход, у меня нет клинической парадигмы, то есть ты больной, я здоровый, я это сейчас буду чинить и лечить. Нет. Все абсолютно нормальные, просто кто-то заблудился, а кто-то там уже был и знает, как оттуда выбраться. Всё очень просто на самом деле. Никто не больнее, никто не здоровее. Так вот, если я берусь как консультанта, потом тренера, потом за внедрение этих изменений, я помогаю вам, моему клиенту, найти те варианты, которые вам органичны, вам подходят. И я помогаю вам понять, первое, что нужно прекратить делать. Это номер один. Второе, что нужно начать делать, чего раньше не делали. Третье, что нужно продолжить делать, но не так, как делали раньше. Это конкретная работа. Далее, зная то, что мы теперь знаем. Вот что нам теперь нужно перестать, начать, продолжить, но по-другому. Следующий вопрос, обожаемый мной, почему у вас это не получится? А именно, кто, что вам помешает это сделать? Следующий вопрос, что сделать, чтобы они вам не помешали? И что сделать, чтобы у вас получилось? Если мы проходим даже в первичном приближении по вот такой несложной моей схеме, по такому моему алгоритму, то очень многое просто становится очевидно. Оно ложится на бумагу, превращается в конкретные процессы конкретных людей. Я как психотерапевт, консультант и бла-бла-бла, я могу помочь, опять-таки, вам самому понять, найти то оптимальное решение, которое вас устраивает. Чем отличаюсь от некоторых коллег, которых, ну, призываю перестать насильничать. Делайте так, делайте так. Почему моя позиция именно такая? Консультант, тренер, специалист по внедрению. Я привык отвечать за базар. То есть, если я пришел, дал тебе какой-то совет, опять, я не даю советов, я помогаю вам найти ваше решение. Я не просто об этом с вами поговорил, я готов научить ваших людей, не вас прошу сделать, а я засланный казачок. Понимаем, да? Я могу сказать людям то, чего вы не рискнете сказать, но я скажу это так, что вы скажете то, что нужно. И люди скажут, слушай, действительно, а что-то лысый правду говорит, да там и так далее. Но я не только могу это сделать как тренинг, помочь научиться чему-то и так далее, я готов ответить за то, чтобы это внедрялось. Чтобы это заработало. Потому что начнется саботаж страшнейший, начнется сопротивление страшнейший. Причем именно у тех, кто даже сам инициировал эти изменения. Так вот, чтобы помочь, а, понять, б, научиться, в, сделать это, вот, наверное, я и нужен. Круто. И две оставшиеся минуты, как все быстро пролетает, хочу спросить очень важную вещь. Много-много компаний, которые, как мы говорили, если мы говорим, что корпоративная культура – одно из важнейших, придумали, внедрили. Может быть, даже сами разработали какие-то ключевые принципы корпоративной культуры. Но в какой-то момент они просто перестали ежедневно об этом помнить. И как энергетика этих принципов ушла, и люди перестали думать. Есть ли какой-то рецепт того, что… Менять. Как сделать так, чтобы памперс не пах? Поменяй. Да, это понятно. Я сейчас просто чуть-чуть в другом форуме. Поменять, да, актуализировать. Но как сделать так, чтобы даже вот этот новый актуализированный принцип корпоративной культуры стал действительно жить? Спроси у людей. И не забывай, смотри на то, что они говорят, но смотри на то, что они делают. Потому что люди такие, какие они есть на самом деле, в первой ситуации, когда они думают, что никто их не видит. Вот тогда мы такие, какие мы есть. Поэтому понаблюдай за людьми. Не надо врываться на белом коне, шашкой, все вперёд и так далее. Заткнись. Как говорил Казьма Прудков, ну не говорил, это вымышленный персонаж. Если у тебя есть фонтан, заткни его. Дай отдохнуть и фонтану. Поэтому принцип, кстати, кто профессионален, о-о-да. Observe, object, decision, act. Сначала понаблюдай. Потом оцени ситуацию. Только потом прими решение и только потом действуй. А потом снова меня и снова, и снова, и снова. Да, снова, снова, это цикл бесконечный. А у нас с точностью наоборот. Как говорил один мой знакомый милиционер, ментовский принцип. Сначала ворвёмся, а там разберёмся. Там разберёмся. Спасибо большое. Мы реально искренне ворвались в тему менеджмента. Потом разберёмся. Мне кажется, сегодня заложили несколько таких интересных вещей, к которым можно вернуться и в динамике посмотреть, как вообще российский менеджмент или что-то ещё реагирует на эти принципы. Андрей, большое спасибо. С удовольствием. Прекрасного лета и успехов в работе. Вам того же самого. Успехов в творчестве. Друзья, до встречи осенью. Пока.